Лилия Хуснулина почти 13 лет является приемной мамой для своего внука. Конечно же, приходилось сталкиваться с рядом вопросов. На мероприятии в честь Всемирного дня ребенка женщина узнала, в каких случаях может обращаться в органы госвласти за поддержкой, какие услуги могут быть бесплатные. Я просто пришла посмотреть и послушать, что скажут. Конечно, маленько вопросы у меня теперь появились. Я вот хочу, у меня ребенок начал очки носить, вот подойду к тем, кто по зрению. В ходе мероприятия родители детей с ограниченными возможностями и законные представители сирот могли получить ответы специалистов всех структур и органов. Достаточно часто к нам, к нашим сотрудникам, обращаются как сами несовершеннолетние, так и их родители. Вопросы, связанные с нарушением закона несовершеннолетних, а также с нарушением их прав. Родители это беспокоят, и стремятся они выяснить, какими способами можно пресечь противоправные действия каких-то этих вот третьих лиц, с одной стороны, с другой стороны, обезопасить своих детей. Поэтому мы готовы на эти вопросы отвечать не только сегодня, а в любое время, когда, значит, эти вопросы у граждан возникнут. На сегодняшний день в отделе опеки и попечительства городского округа город Нефтекамск на учете состоит 199 семей, у которых имеются дети под опекой, и 150 детей, которые являются приемными семьями. Сегодня у нас были очень активные родители, то есть законные представители данных семей. И основной вопрос, конечно же, который волнует на сегодняшний день всех наших родителей, законных представителей, это, конечно же, социальные льготы. Пока взрослые получали ответы на вопросы о бесплатных путевках, обучении или трудоустройстве людей с ограниченными возможностями после 18 лет, детей заняли специалисты оздоровительного центра. Здесь ребятам, школ и воспитанникам детских садов предлагают оздоровительные процедуры в физиотерапевтическом кабинете, где предлагают физиолечение по назначению педиатра, консультирует стоматолог и назначает лечение. Также работает кабинет лечебной физкультуры, специалисты проводят занятия, педагог-психолог, социальный педагог. Воспользоваться услугами оздоровительного центра могут дети дошкольного и младшего и начального среднего звена, а также их родители не только в рамках проводимых мероприятий. В подобном формате мероприятие социального направления проводится впервые. Здесь конкретно гражданин может задать специалисту вопрос и получить консультацию. Может быть, это будет сразу полноценный ответ, но во всяком случае мы записываем все вопросы, и если будет необходимость, обязательно донесем ответ в письменном виде. Судя по тому, как идет сейчас очень бурное обсуждение, я думаю, практически каждый получает на месте полноценный ответ. Повторить подобный формат общения планируется уже в начале следующего года. Первый этап поможет обратить внимание на то, какие моменты необходимо будет исправить или добавить. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова